Сегодня президент Путин на совещании может поставить точку в бурных дискуссиях по бюджету на ближайшую трехлетку, который должен претерпеть ряд изменений из-за ухудшения макроэкономического прогноза и желания властей расставить новые приоритеты. В числе наиболее сложных вопросов это судьба тарифов на услуги естественных монополий и пенсионная формула. Вот на последнее мы остановимся более подробно, тем более что Минтруда решил подготовить законопроект о продлении срока выбора негосударственного пенсионного фонда до 2015 года. То есть распоряжаться своей накопительной частью можно еще как минимум два года. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Векер. У нас в студии сегодня генеральный директор управляющей компании «Капитал» Вадим Сосков. Здравствуйте, Вадим. Добрый день. И советник президента по информационной политике Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Валерий Виноградов. Здравствуйте, Валерий. Добрый день. Ну а что вы, уважаемые слушатели, думаете о пенсионной системе? Как готовитесь встретить достойную старость? Перевели ли вы свою накопительную часть пенсии в негосударственную компанию? В какую? И боитесь ли вы за свои деньги? Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код города 495. Либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Господа, а вы молчаны? Валерий, Вадим. Я не молчу. Так, а вы? Я уже давно не молчу. С того самого 2003 года, когда граждане России получили право воспользоваться и принять участие в накопительной части пенсии. Я сразу же написал заявление и нисколько об этом не жалею, потому что доходность института, куда я перевел свою накопительную часть пенсии, выше доходности государственной управляющей компанией Внешэкономбанка и, слава богу, выше инфляции. То есть вы принадлежите к тому минимальному числу граждан нашей страны, которые все-таки воспользовались? Ну, скажем так, не сильно минимальному. Ну, сколько сейчас граждан воспользовались? Есть же статистика. Ну, на сегодняшний день порядка 20,5 миллионов. Это без итогов этого года, даже без полугодия этого года. 20,5 миллионов это по обязательному пенсионному страхованию в негосударственных пенсионных фондах. Ну, а этот год, как мне кажется, в какой-то мере стал годом великого перелома, потому что, по предварительной информации, которую я имею, порядка 6 миллионов человек передали свою накопительную часть пенсии в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании. И если эта цифра реально подтвердится, то мы можем говорить о том, что не только средний базовый счет накопительной части выше у тех, кто сделал свой выбор. Это означает, что самая сознательная, по сути, часть людей сделала свой выбор. Но и уже подавляющее большинство людей, которые имеют право сделать свой выбор в пользу накопительной части, этот выбор сделают. Причем я буквально, я разговариваю каждую неделю с фондами. Вот, по крайней мере, за последний месяц, только за последний месяц, в среднем количество обращений, в том числе, прежде всего, в крупнейшие фонды, на 200-300% больше, чем за тот же период прошлого года. Ну, а сейчас, после заявления Минтруда, наверняка этот ажиотаж спадет. Я думаю, не спадет. Почему? Ну, на мой взгляд, все достаточно очевидно. Пока это только, будем говорить, законопроект. Хоть и основанный на мнении нашего президента, что этот выбор необходимо продолжить, но пока это законопроект. Ну, будем считать, что его примут к концу 2013 года. Ну, скорее всего, это политическое решение. Это политическое решение. Но, тем не менее, в рамках этого политического решения есть одна тонкость, если вы внимательно прочтете этот законопроект. Те, кто не сделают свой выбор до конца 2013 года, все равно будут переведены на накопительную часть пенсии в размере 2%. И вот в течение 2014 года у них еще сохранится право написать заявление о том, что они хотят иметь 6%. А это, мне кажется, чрезвычайно важный показатель, на который не акцентируется внимание. Потому что, когда тебя переведут на 2%, и ты год будешь получать 2%, а я хочу заметить, что это право дается, по сути, один раз в год. То есть человек в течение одного года может сделать свой этот выбор. И, соответственно, в течение одного года, даже если ты вдруг очухаешься в начале 2014 года, то ты, по сути, год будешь получать в 3 раза меньше на свою накопительную часть. Поэтому, внимательно читая документы, как это говорят, была в свое время знаменитая статья «Лукавая цифра» в журнале «Новый мир», с которой начали говорить о статистике. Так вот, есть статистика и есть правильное чтение законопроекта. Так вот, в этом законопроекте как раз об этом и говорится. На самом деле, еще здесь нужно открыть, наверное, пока еще тайну. Когда мы говорим о возможности продления права выбора, о чем, в принципе, уже написали газеты, о чем говорят некоторые представители министерств, здесь нужно иметь в виду одно обстоятельство. Речь не идет о безусловном продлении права выбора. В министерствах, в том числе в Минтруде, в Минфине, в Минэкономразвитии обсуждается следующая позиция. Законопроект о продлении может быть внесен, утвержден правительством и внесен на рассмотрение в Государственную Думу только после принятия пакета законов, подчеркнув в трех чтениях до конца этого года, по страхованию средств пенсионных накоплений. Алгоритм именно такой. То есть, на самом деле, могут и не успеть до конца этого года принять все, что связано с продлением выбора. Поэтому я обращаюсь к тем, кто еще раздумывает до 31-го... Это вы ко мне обращаетесь, я молчу. Я вот меньшинство сегодня... Тогда мы встаем и выходим на студию. Нет, нет, я как раз наоборот считаю, что мы должны как раз здесь об этом сказать, что до 30-го декабря, поскольку 31-й все-таки выходной день, судя по всему, будет, это заявление необходимо написать. Чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитый 2014-й год. И не просто больно. На самом деле, человек впоследствии, если ему все-таки не понравятся те самые 6%, которые он успеет, скажем так, выбрать до конца этого года, он в любой момент сможет обратно вернуться в распределительную, фактическую распределительную систему и оставить у себя 2% накопительной части пенсии. 65 10 99 и 6, код города 495, звоните нам, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Мы сегодня говорим о пенсионной реформе и о накопительной части. Куда вкладывать, зачем вкладывать, чего мы боимся, по большому счету, переходя в негосударственные пенсионные фонды. Либо пишите на сайт финанс.фм, на страничку программы «Парадокс». Давайте от общего к частному, с вашего позволения. Вот пенсионная реформа, она напрямую связана с так называемым бюджетным маневром, о котором сегодня, кстати, будет говорить господин Силуанов на совещании с президентом. Смысл которого заключается в том, что должны существенно сократиться государственные трансферы в пенсионные фонды. В пенсионный фонд, прежде всего. И чтобы закрыть эту дырку, предлагают самые разные варианты. И в частности, один из вариантов, это стимулировать граждан, чтобы они выходили на пенсию позже. Плюс, сразу возникает вопрос, будет ли повышаться пенсионный возраст. Фактически это и означает повышение пенсионного возраста. А будут ли сокращаться страховые выплаты и так далее. Вот к какому варианту вы склоняетесь? Потому что вариантов специалисты, высшей школы экономики предлагают очень много. Валерий. Вы знаете, на самом деле, когда речь идет о нынешнем состоянии пенсионной реформы, то, что готовится, то, что обсуждается, это действительно задача исключительно чисто фискальная стоит перед правительством. То есть, по большому счету, речь не идет о том, чтобы, скажем так... Заработать. Чтобы заработали люди на пенсии, точнее, получили, скажем так, более высокую пенсию, нежели они могли бы получить сейчас. Вот. Это первое. Наконец, если, на самом деле, считать по всем этим, скажем так, формулам, калькуляторам и так далее, которые, скажем так, сейчас предложены людям, во-первых, скажем так, это не калькулятор, потому что это и нечто, и туманно даль. Потому что в предлагаемой формуле, которая пока еще не утверждена, вот... Ее никто не понимает. Ее не понимают, ее с трудом понимают специалисты, но что должно настораживать людей в этой пенсионной формуле? В ней нет ни одного постоянного показателя. То есть, все коэффициенты, все это будет пересчитываться ежегодно. Мы продолжим через несколько минут. 65 10 99 и 6, код города 495. Звоните, задавайте свои вопросы или пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». В студии Александр Векер. Рядом со мной генеральный директор управляющей компании «Капитал» Вадим Сосков и советник президента по информационной политике Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Валерий Виноградов. Мы говорим сегодня о пенсионной системе, о накопительной части нашей пенсии. В какую компанию вы обратились? Куда перевели свои деньги или не перевели? Чего вы боитесь и чего ждете, когда придет пенсионный возраст? Будет ли у вас достойная старость? Вот мы ждем от вас вопросов на эту тему. Задавайте их. Мы в первой части с вами, господа, затронули тему калькуляторов. Это очень интересная тема, поскольку они все разные. Вот я заходил на самые разные сайты разных компаний, не государственных пенсионных фондов, и пытался посчитать, какая пенсия меня ждет. Естественно, я забивал фактически нынешние свои данные. Цифры были совершенно разные. Диаметрально противоположные. Почему? Или вообще не надо заниматься этой ерундой, поиском и подсчетом, Вадим? Нет, ну, на мой взгляд, заниматься как игрой ума такими подсчетами имеет смысл. Но просто говоря о нашем будущем, наверное, вряд ли кто-то, получая сейчас, условно говоря, 25 тысяч рублей, предполагает, что через три года он точно будет получать 50 тысяч. А я напомню, что на накопительную и на страховую часть пенсии, по сути, идут отчисления с легального заработка гражданина. То есть, если ты получаешь минималку в размере 7-8 тысяч рублей, а в конверте получаешь значительно больше, то это не значит, что твоя пенсия будет зависеть от той суммы, которую ты в совокупности получаешь в конверте и легально. Она как раз будет зависеть от тех отчислений, которые за тебя делает работодатель. И это еще один существенный момент. И еще один принципиальный момент, почему я считаю, что пенсионная формула при всей, скажем так, при всех там плюсах или минусах, которые в ней существуют, она не несет, скажем так, она несправедлива. Она несправедлива в том смысле, что все равно размер коэффициента, а все эти формулы привязываются к некому коэффициенту, будет зависеть от того, какое состояние бюджета пенсионного фонда будет в тот момент времени, когда человек будет выходить на работу. И, соответственно, заработав, условно говоря, единицу баллов в 2045 году, выходя на пенсию в 2046 году, ты можешь получать пенсию при тех же самых коэффициентах меньше. Но другие говорят, а ведь можно и больше. Да, можно, можно быть и больше. Но нужно понимать, что это, по сути, формула от лукавого, от состояния бюджета пенсионного фонда. И если мы сейчас говорим, что накопительную часть пенсии пытаются или пытались каким-то образом уменьшить, потому что состояние бюджета пенсионного фонда у нас не очень хорошее, то это означает, что в будущем, если не предпринимать каких-либо реальных мер, такое же состояние бюджета пенсионного фонда приведет к тому, что с этими самыми коэффициентами вы будете получать меньшую зарплату. Да, говорят противники, вернее, сторонники пенсионной формулы, но ведь мы ввели множество коэффициентов, благодаря которым человек, выйдя на работу позже, то, о чем вы говорили в начале нашей радиопрограммы, выходя на работу позже, будет получать значительно больше. Возьмем такой пример. Я понимаю, что, может быть, не все радиослушатели сейчас, как бы, как это, врубятся в хорошем смысле слова. Наши радиослушатели готовы, они продвинутые. Давайте так. Человек в момент выхода на пенсию, я просто приведу пример, который привела недавно руководитель одного негосударственного пенсионного фонда, но он, мне кажется, блестяще показывает, что такое формула, и почему не надо, вернее, почему нельзя выходить на пенсию раньше того времени, когда тебе эта пенсия положена. Допустим, фиксированная часть страховой пенсии у вас составила 3,6 тысячи рублей. Вы, следуя тому, что ваш коэффициент увеличится на 19%, 3 года не обращаетесь за получением пенсии, и вместо 60 лет хотите получить эту пенсию в 63 года. Так вот, у вас страховая часть пенсии действительно увеличится через 3 года на 19%, и вы будете получать 4 280 рублей. Прибавка, таким образом, составит 680 рублей. Но заметьте, что за 3 года, пока вы не получаете пенсию, вы, по сути, по 3603 года не получили 129,6 тысяч рублей. Разделите эти 129,6 тысяч рублей на 680, ту самую прибавку, и вы получите результат, что вы не получили 190 выплат. То есть, чтобы получить те деньги, которые вы недополучили за 3 года, вам, извините, нужно ждать 16 лет. Мне кажется, люди, когда будут выходить на пенсию по этой новой формулы, они очень четко начнут считать. И я думаю, что те ожидания, что в результате люди будут откладывать выход на пенсию, тем самым уменьшая дефицит пенсионного фонда, это на самом деле блеф. Люди у нас умеют считать, люди у нас умные, и они очень четко поймут, что более поздний выход на пенсию на самом деле не столь уж выгоден. А накопительная часть пенсии, почему мы ратуем за эту накопительную часть пенсии? Потому что это реальная сумма, которая отчисляется человеком на протяжении всей своей жизни. Она зависит действительно от качества управления не государственным пенсионным фондом, она зависит от качества управления управляющей компанией, но тем не менее это деньги, отнюдь не виртуальные, привязанные к какому-либо коэффициенту, это реальные деньги. И по сути от человека, в том числе от его выбора, зависит на сколько этих денег может быть больше. И еще один важнейший момент, мне кажется, который не следует забывать. Я уж извиняюсь, все мы смертные, я каждый месяц подписываю распоряжение о выводе средств на выплаты правоприемникам умерших застрахованных лиц. Это жизнь. Так вот, управляя этими деньгами, я вижу, что люди, если они уходят из жизни до момента начисления пенсии, накопительная часть пенсии в полном объеме достается наследникам. Много это или мало, но тем не менее эти реальные деньги достаются наследникам. В случае же страховой части это виртуальные деньги, которые не достанутся, простите, никому. На мой взгляд, совершенно убийственно. Сейчас Вадим привел пример с расчетом, скажем так, возможного получения отложенной пенсии. Здесь на самом деле нужно еще напомнить вот что. Еще в Советском Союзе была предпринята первая попытка ввести отложенную пенсию. То есть это не сейчас. Когда, я не помню. Это было еще во времена Советского Союза. Так вот, в Советском... При Брежневе вы имеете в виду? Да. Да, да, да. При Брежневе это было? Да, да, да. Была попытка. Тогда люди не пошли получать позже пенсию. То есть эти статистические данные в принципе, наверное, даже можно и поднять. Теперь, опять, когда мы говорим про, скажем так, возможное состояние, скажем так, бюджета пенсионного фонда в момент вашего будущего выхода, да, на пенсию, то здесь как бы нужно понимать, что когда речь идет об обязательствах по солидарной части, да, куда, скажем так, предлагают перевести 4% из 6 имеющихся на сегодняшний день, то там государство фактически оно предоставляет лишь обязательства, потому что предположить, каким будет состояние страны, экономики страны через 20 лет, и стоимость рубля, прежде всего. И стоимость рубля по сути невозможна. Более того, на самом деле, мы уже сегодня при этом знаем все будущие риски, которые, скажем так, ждут пенсионную систему в любом случае. Это ежегодное сокращение работоспособного населения и реально работающих, это известно, и второе, это демография, а демография совершенно убийственная, потому что количество соотношения работающих и пенсионеров, оно сокращается не в той пропорции, в какой бы хотелось бы. Алексей к нам дозвонился, давайте послушаем. Алексей, здравствуйте. Да, добрый день. Алексей, я звоню из Москвы, вот мне 37 лет, ранее как-то не задумывался о пенсиях, но после того, после того, как... послушал Финам.фм, решил задуматься. Да, я довольно давно уже слушаю Финам.фм, да, и передача заинтересовала, рано или поздно этого коснутся все, да, и сейчас у меня стоит выбор, я ничего не делал с пенсией, вот хотел бы как-то обратить внимание на каких-то игроков, вот на в негосердных фондах, более серьезных, может быть, услышать советы от экспертов. Ну, давайте, давайте, но не в качестве рекламы, конечно же. Абсолютно, вот чтобы было понимание, допустим, пенсионный фонд, насколько он, чтобы я мог узнать, куда зайти, там, где поинтересоваться, насколько он эффективно управляет финансовыми средствами, насколько он мощен, насколько вообще вот эта структура получила нормальное развитие в России, в принципе. Хорошо, спасибо, Алексей, вопрос совершенно понятен, я этим тоже занимался в последнее время, но выбор свой так и не сделал, потому что меня интересовали естественно, сырьевые компании, крупнейшие, банковский сектор. Вот что вы могли бы посоветовать в этой связи? Вообще, куда, на кого смотреть? Ну, вы знаете, на самом деле, как бы обойдемся без рекламы, но что нужно обращать, на что надо? Нет, называть мы можем, но если их будет несколько. Я думаю, нежелательно. Все равно, значит, когда человек выбирает негосударственный пенсионный фонд, есть как бы несколько позиций, на которые не просто желательно, а надо обращать внимание. Значит, есть как бы общего плана, то есть сколько лет на рынке работает конкретный негосударственный пенсионный фонд, но это не самое главное. Самое главное, это соотношение активов в самом негосударственном пенсионном фонде. То есть есть собственный капитал у негосударственного пенсионного фонда, этот параметр, он открыт, он раскрывается в любой официальной отчетности. Есть объем пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде и объем пенсионных резервов. Это средства, которые поступают по добровольным пенсионным программам в фонде. Вот когда соотношение собственного имущества, у нас это называется имущество для осуществления уставной деятельности и АУД, оно, скажем так, вполне коррелируется с объемом пенсионных накоплений, то есть обязательства и то, что, собственно говоря, если что-то вдруг произойдет с фондом, будет покрывать возможные убытки. Продолжим выбирать негосударственные пенсионные фонды буквально через несколько минут. Продолжаем выбирать негосударственные пенсионные фонды, по крайней мере, мы на именно этой ноте закончили. А я буду как раз чуть-чуть еще закончить, потому что, когда человек действительно выбирает фонд, он смотрит собственное имущество и средства пенсионных накоплений, которые привлек к себе в управление пенсионный фонд, почему это важно? Последний пример — это 2008 год. Известно, что, когда рухнул весь рынок российский, фонды в среднем получили минус 30%. Минус. У кого-то было больше, у кого-то меньше. Но дело даже не в этом. Это на протяжении одного года. Часть, прежде всего, крупнейших фондов, они до нулевой доходности, вот этот минус, будем говорить, 30%, они возместили своим клиентам до нуля из собственных средств. То есть, позволить себе вот такую финансовую операцию на самом деле может не каждый фонд, если уж так вот говорить откровенно. Но при этом я хочу заметить, отнюдь не парируя Валерия, я хочу заметить, что сейчас принимается система гарантирования. Но это отдельный, серьезный вопрос. Да, да, это отдельный вопрос. Это система гарантирования сохранности средств пенсионных накоплений, потому что декларирование сохранности существовало уже много лет, но как раз восьмом году показали, что в чем должна быть суть этой сохранности. И НПФы сейчас будут входить в систему гарантирования страхования пенсии по образцу агентства страхования вкладов. То есть, государство в любом случае, я подчеркиваю, в любом случае, будет гарантировать возврат средств, которые человек передал в систему на протяжении всей своей жизни, систему взносов. Я хочу сказать, что это несколько в России радикальная система, потому что есть система гарантирования вкладов в пенсионных накоплений в различных странах мира, но где-то она включает 20% от суммы взносов, где-то она включает некий минимум, который должен получать человек. А здесь сумма в полном объеме. А здесь сумма в полном объеме. За весь период страховых взносов. Поэтому в этом смысле, наверное, бояться за тот или иной негосударственный пенсионный фонд не имеет, мне кажется, оснований по сути своей. А доходность при этом снизится? Доходность при этом может снизиться в том случае, если НПФ будет выбирать более консервативные стратегии. Но сейчас НПФ все равно ограничены, да? Они и так ограничены. И давайте все-таки посмотрим. В рамках того, куда могут направляться средства пенсионных накоплений, это по сути консервативные инструменты. Да, возможны инвестиции в акции, прежде всего А1, это акции первого эшелона, но в условиях волатильности очень немногие НПФ активно стремятся на этот рейд. Особенно после восьмого года. И это тоже очевидно, потому что... А куда сейчас стремятся НПФ? Сейчас НПФ стремятся в основном на то, чтобы перекрыть уровень инфляции. Это также чрезвычайно важная ситуация, потому что мы говорим о номинальной стоимости денег, так вот, как бы это банальный пример. Доллар, который в 1900 году был такой же зеленой бумажкой, условно говоря, в 2013 году этот доллар по покупательной способности значительно другой. И доллар, который мы видели 40 лет назад, он тоже по покупательной способности, хотя номинально растет, он другой. Поэтому, когда мы говорим, что деньги в государственной управляющей компании у тех самых молчунов, а мне кажется, с 2014 года таких людей можно прямо называть злостными молчунами. Какое клеймо. Ну, в хорошем. Ну, это как бы реальность. Если человек... Есть просто убежденные молчаны на самом деле. Ну, есть убежденные и молчаны, но таких действительно в реальности не так много. Так вот, когда мы смотрим на то, что деньги в государственной управляющей компании у молчунов увеличиваются, нужно все-таки смотреть, увеличиваются ли они выше уровня инфляции. И тогда становится очевидно, что номинально растя, эти деньги к моменту вашего выхода на пенсию будут стоить значительно меньше. Если НПФ перекрывает вместе с управляющей компанией этот уровень инфляции, а я как бы по статистике это происходит, то, наверное, выбор тем более надо делать в пользу этих институтов. Давайте Дмитрия послушаем, продолжим разговор, он давно ждет. Дмитрий, здравствуйте. Сорвался Дмитрий, но перезвоните Дмитрию. Я понимаю, что вы долго ждали на 65 1099-6, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программ «Продакт». Мы готовы сразу отвлекаться, если Дмитрий будет. Да, сразу, сразу будем отвлекаться. Давайте сразу скажем, значит, пакет законов по страхованию средств пенсионных накоплений будет принят до конца этого года в государственной Думы в трех чтениях и, соответственно, вступит в силу уже с января следующего года. Это такая задача, поставленная президентом. Я думаю, она будет однозначно совершенно выполнена. Что касается доходности. Да, доходность, она разная и зависит от года. Один год на другой не приходится. В Европе, скажем так, превышение уровня инфляции по доходности в частных пенсионных фондах где-то 2-3 процента. Это считается абсолютно нормальной такой, скажем так, как золотая середина. В этом нет ничего плохого. Негосударственные пенсионные фонды с 2005 года они получили возможность работать со средствами пенсионных накоплений. Скажем так, не превышали уровень инфляции только в 2008 году и в 2011 году. Это самые тяжелые в финансовом плане были годы. При этом негосударственные пенсионные фонды умудрились не выйти в ноль и в минус тем более даже в 1998 году когда случился дефолт. То есть история на самом деле она такая долгоиграющая и в ней надо тоже разбираться. Опять же, что касается будущей доходности сейчас на подходе и вопрос реально стал решаться в правительстве будет серьезное очень изменение вообще в системе инвестирования средств пенсионных накоплений. Расширяется инструментарий. Это был ключевой вопрос насколько я помню. Это не самый даже ключевой. Речь на самом деле идет о создании длинных денег. Что происходит сегодня? Сейчас любой негосударственный пенсионный фонд и управляющая и же с ним компания они спекулируют на протяжении одного года. Почему? Потому что на 31 декабря каждого года фонд обязан переоценить активы которые у него есть в управлении. Все. Если в начале года он купил по большой цене активы к концу года они по какой-то причине упали значит сильно он зафиксировал убыток но при этом в январе следующего года они опять вернулись в нормальное положение. Ситуация ненормальная. То есть на самом деле когда речь идет о создании именно вот длинных денег прежде всего для инфраструктурных проектов которые реально нужны экономике речь идет о том что теперь инвестировать можно будет реально в долгую. на долгом плече совершенно другая доходность она должна быть больше. Не кажется ли вам особенно в нынешней ситуации не рано ли предпринимать такие попытки? Не рано во-первых государству нужны длинные деньги в государстве других длинных денег кроме как средства пенсионных накоплений пенсионных резервов которые есть и в негосударственных пенсионных фондах и в вебе других по сути нет. Да есть еще военная ипотека есть еще другие инструменты но основной денежный актив это пенсионные деньги на самом деле других нет. Так собственно говоря происходит и в других нормальных странах мира то есть основные внутренние инвесторы во всех странах это частные пенсионные и государственные пенсионные фонды теперь мы к этому как раз вот и ну и возвращаясь ну и возвращаясь пока Дмитрий все-таки возвращаясь к вопросу Алексея мне кажется такой может быть я философский ответ добавлю к Валерию мне кажется что иногда нужно это как раз тот случай голосовать и умом и сердцем про ум в отношении доходности и опыта работы негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний мы с вами поговорили а еще можно голосовать сердцем выберите тот негосударственный пенсионный фонд который вам как покажется будет интересен для вас зайдите пообщайтесь если вы действительно почувствуете что это ваше голосуйте сердцем потому что система сохранности этих накоплений дает возможность вам выбирать и реально выбирать не только умом скажем так не сильно бояться катаклизмов на финансовом рынке а система реально создается очень серьезная она многоуровневая чего кстати нет и в других странах вот Вадим действительно 65 10 99 6 код города 495 звоните задавайте свои вопросы или пишите нам на сайт финанс.фм на страничку программы парадокс пока наши слушатели звонят я бы хотел узнать ваше мнение по поводу вот этой формулы которую предлагал Медведев и утвердил в понедельник бальная система которая будет подсчитываться 23 28 что это за баллы как они будут считаться я вообще ничего не понял даже из из той информации которая была опубликована в СМИ чтобы накопить там 23 балла нужно чтобы заработник в течение 30 лет уплачивалось страховые взносы с одного мрот и так далее в чем суть-то зачем это бальная система то есть мы возвращаемся к стажу то что мы возвращаемся к стажу это однозначно что касается вот этих баллов о которых идет речь скажем так в возможной будущей пенсионной форме я не знаю как Вадим но я по сути я от комментариев воздержусь почему потому что специалисты рынка которые скажем так были знакомы с скажем так с предыдущими итерациями вот этой пенсионной формулы по сути не имеют всех расчетов на основе которых строятся вот эти все гипотетические предположения да поэтому какой будет каков будет окончательный вариант мы до сих пор не знаем и прежде всего мы не видели всех актуарных расчетов на основе которых строится предположение но единственное что понятно на сегодняшний день стоимость пенсионного балла о которых идет речь это уже понятно однозначно будет определяться ежегодно постановлением правительства то есть он может быть стоимость этого балла может быть как больше как выше так и ниже все будет зависеть от конкретного состояния экономики в данный конкретный год когда вы в будущем будете выходить на пенсию это тоже надо очень хорошо понимать Вадим а что вы скажете нужно добавить и я уже буду на стороне тех экспертов которые достаточно скептически относятся не к самой пенсионной формуле я считаю что в нее заложены скажем так правильные вещи правильные вещи даже в отношении стажа если сейчас по старой системе 5 лет стажа необходимо иметь для начисления базовой части пенсии то в будущем это будет 15 лет это абсолютно верно потому что если ты заботишься о своей что называется пенсии наверное ты должен и как бы дать в ту же солидарную систему определенный трудовой стаж это вопрос ответственности личной другое дело что как будет подсчитываться этот стаж потому что лихие 90-е о которых мы так часто любим повторять они привели к тому что у людей у многих даже не было трудовых книжек и подтвердить те годы стажа а в новой формуле будет важны даже не года иногда и месяцы будет достаточно сложно люди будут биться и задача того же пенсионного фонда каким образом подсчитывать этот стаж в том объеме который необходим для получения максимальной пенсии по солидарной схеме для меня представляется достаточно сложным да когда у человека сформирована система выплат и страховых взносов все это учитывается в пенсионном фонде это понятно но также нужно сказать что у многих людей реально зарплаты отчисления в пенсионный фонд начались может быть на рубеже как раз 2000 года десятилетие по сути потеряно для людей и как будет считаться это десятилетие совершенно непонятно но можно доказать все равно что ты работал понимаете даже сейчас люди которые сейчас оформляют пенсию они приходят в пенсионный фонд они должны справками подтверждать при наличии трудовой книжки должны справками подтверждать тот или иной период страхового стажа да вот но поскольку мы знаем что в лихие те самые 90-е годы вообще не сохранились архивы предприятий то есть предприятия исчезали вместе с архивами куда по сути можно обратиться за подтверждением тем самым как из этой ситуации будет выходить государство мы не знаем но это реально проблема нам поступают вопросы и по телефону и по интернету но ответим мы на них буквально через несколько минут вот как мы угадали с темой пенсионная реформа вот и в новостях прозвучало что правительство одобрило новую пенсионную реформу но никаких изменений вносить не будет об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец и пенсия граждан с 15-го года будет состоять из двух частей страховой накопитель а также фиксированной выплаты то есть по большому счету ничего не изменится так ведь разве это плохо не изменится в одном нюансе как это говорит есть нюансы как из нехорошего анекдота не буду его цитировать финанс хотя аудитория 16 плюс так вот да будет страховая часть будет накопительная другое дело что если вы промолчите накопительная будет 2% а не 6 а я думаю что дефицит пенсионного фонда у нас никуда не исчезнет да триллиончик мы не найдем потому что вспомните что когда возник дефицит пенсионного фонда в 2004 году было принято решение отцепить от паровоза накопительной части пенсии поколение 66-го года рождения и старше участников пенсионной системы вот перед вами сидит отцепленный паровоз два паровоза да два отцепленных паровоза потому что нужно превратить их в локомотив да да я превратился в 66-м и у меня накопительная часть пенсии составляет всего лишь три года по 2% от той зарплаты которую я получал соответственно те злостные молчуны которые не сделают свой выбор я уверен что при следующем дефиците пенсионного фонда им скажут дорогие друзья вы же молчите значит вам ну и 2% вам не нужны кстати разговоры об этом уже были в государственной думе совершенно справедливо значит соответственно останется у этих людей только страховая часть а про страховую часть мне кажется мы достаточно подробно рассказали формула блестящая идеальная но какая будет пенсия мы предположить не можем но это по сути страховая часть это по сути советская пенсионная система она была распределена она была замечательная она хорошо работала мы это помним но соотношение какое было в советском союσα соотношение работающих... Даже в 50-е годы 5 работающих кормили одного пенсионера. А сейчас у нас соотношение... Вот, собственно говоря, и все. И количество работающих только сокращается. Олег нам написал, вернее, спрашивает, если я решу перевести деньги в НПФ, а потом сменит один НПФ на другой, могу ли я из первого НПФ перевести все деньги, включая доход? Либо только те деньги, которые были перечислены в него в рамках 6%. Либо эти деньги останутся в НПФ до достижения пенсионного возраста. То есть в НПФ будут... Я понял. Олег, на вашем счете в негосударственном пенсионном фонде накапливается сумма всех поступлений нарастающим итогом и доход. Поэтому, если вам что-то не нравится в деятельности того НПФ, который вы выберете сейчас, а я призываю людей все-таки до конца 2013 года этот выбор сделать, если вам что-то в будущем не понравится, у вас никто не отменяет право менять НПФ, возвращаться в пенсионный фонд Российской Федерации. Только... Причем за всем объемом денег на момент перехода. Да, только помните, что сейчас решается вопрос о том, какая будет накопительная часть вашей пенсии. 6% или 2%. Вот мне кажется, прежде всего этот выбор необходимо делать, а дальше уже решать. Не нравится, перейдете в другой НПФ. В конце концов, вернетесь обратно в государственную управляющую компанию. Вернетесь в государственную управляющую компанию, но с 6% пенсионных накоплений, а не с двумя. НПФ это лохотрон или нет? Скажем так, я никогда не был лохотроном. По той простой причине, что лохотроны у нас не регулируются даже полицией, как известно. А негосударственные пенсионные фонды настолько жестко регулируются государственными органами, а сейчас еще все это будет происходить в лице мегарегулятора. Здесь, скажем так, лохотроны не может быть в принципе. Вот, собственно говоря, и все. Опять же, примеров таких тоже не было. 65 1099-6, код города 4195. Звоните, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Я напомню, что у нас в гостях генеральный директор управляющей компании «Капитал» Вадим Сосков и советник президента по информационной политике Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Валерий Виноградов. Говорим мы о пенсионной реформе, а также о негосударственных пенсионных фондах. И наши гости призывают все-таки, чтобы мы приняли решение. То есть призыв был адресован именно к молчанам, и ко мне в частности. «Принимайте решение, идите, передавайте свои деньги в государственные пенсионные фонды, но страх существует до сих пор». Где гарантии вообще, что деньги не пропадут? Ну, во-первых, мы только что говорили о том, что до конца этого года принимается система страхования средств пенсионных накоплений. Это очень серьезная система. Она очень жестко и четко выстроена, жестко будет контролироваться. Вот, собственно говоря, все. Меня, кстати, сейчас поддерживает и Владимир Иванович. Вот он пишет нам. Какая гарантия, что про сегодняшние изменения через пять лет не забудут? Так же, как забыли про все изменения с 1991 года. Я думаю, все упразднят через пару лет и национализируют НПФ, как в Казахстане сейчас. Откровенно говоря, вопрос не к нам, а к правительству. Мне кажется, Владимир Иванович абсолютно прав. По сути, он выражает, откровенно говоря, то, что выражает любой человек в отношении самого, ну, святого, что называется, будущей пенсии. Потому что если правила игры меняются по ходу самой игры с 2002 года, когда заговорили о пенсионной реформе, я уже сказал об изменениях 2004 года, сейчас идут изменения. Соответственно, у людей начинается просто-напросто дезориентация. Но я убежден, что ту систему, которую мы принимаем, и при всем уважении к президенту, который, как бы, эту систему должен утвердить сейчас, мы столкнемся с тем, что уже при всем уважении к нынешнему президенту через 10-15 лет, а может быть, даже и раньше, когда мы столкнемся с очередным дефицитом пенсионного фонда, мы опять заговорим о пенсионной реформе. И этот разговор будет бесконечен. Поэтому я и еще раз... Его же можно прекратить на том же законодательном уровне. Его можно, как бы, установив... Было бы желание. Правила игры. Правила игры установлены, они меняются. Мы говорим о том, что их необходимо не менять. Должно пройти или, скажем так, выйти в жизнь и на пенсию поколения, которая по этой формуле получает пенсию. Но на своем уровне, вот я как клиент, да, могу на уровне договора с негосударственным пенсионным фондом прописать какие-то свои собственные, договорившись с этим фондом... По негосударственному пенсионному обеспечению, по добровольному. Там прописывается... То есть я могу участвовать, носить свои изменения, договариваться с фондом? Конечно. А не так, что мне дадут договор, который уже является... По обязательному пенсионному страхованию вы договариваться не можете. Там правила устанавливает государство. Нет, это понятно. По добровольному пенсионному страхованию вы можете уже договариваться с фондом, там отдельно прописываются условия. То есть как вы вносите, сколько вы вносите, как вы можете все это дело забирать, там с премией, без премии и так далее. Это все прописывается в договоре. Это уже ваши, ваши двусторонние договоренности с фондом. Ну и я хочу заметить, что вот эти веселые пенсионеры, которых так нам любят показывать, которые на Западе слоняются, ну они улыбаются, счастливые, сидят, подтягивая пивко в барах и ресторанах той же Анталии. Ну это не совсем так, мы уже давно знаем об этом. Тем не менее, эти пенсионеры копили, накапливали на свою беду будущую пенсию на протяжении всей своей жизни. Причем самостоятельно. Самостоятельно. Да, там другая совершенно система, это другой вопрос. Там система заключается в чем, что когда эти люди, они имеют такую же государственную пенсию, но эта государственная пенсия составляет не более двух третей их пенсионных доходов. А вот треть, это, ну еще немножко, 40% это коэффициент замещения, это стандарт, который необходим для людей, выходящих на пенсию. По стандартам ОЭСР, Европейского организации экономического развития, 66%, то есть человек, выходя на пенсию, если он получал 100 тысяч рублей до выхода на пенсию, он должен получать свой доход в 66 тысяч рублей, чтобы его жизненный уровень не уменьшился. Да, возьмите 10 тысяч, 10 тысяч и 6 тысяч 600. Так вот, реально, 40% это то, что дает государство, а вот треть до 66% это то, что человек накапливает на протяжении всей своей жизни дополнительными формами. И когда Валерий говорит, что вы, придя в негосударственный пенсионный фонд, можете составить договор, согласно которому вы можете получать дополнительную пенсию на протяжении определенного периода времени, вкладывая уже сейчас. А это особенно важно для тех, кто получает ту самую серую зарплату. Потому что ту самую серую зарплату вы совершенно спокойно можете по добровольным программам носить. Я понимаю, но коэффициент замещения сейчас какой реальный? Сейчас он снижается, составляет порядка 28%, хотя, и вернее будет снижаться, да? И в расчетах по новой формуле коэффициент замещения снижается. Это есть и заложено в расчетах правительства. Хотя мы пришли, почему и возник этот дефицит? Мы попытались стремиться сделать так, чтобы коэффициент замещения был 40%. Но за счет чего? За счет того, что мы разморозили знаменитую кубышку Кудрина в свое время, мы увеличивали социальные пособия. Да, у нас пенсионеры действительно живут не лучшим образом. И это нужно признать. Особенно, когда валоризация прав. Совершенно справедливо. Но нужно понимать, что деньги, ну как это, не муки, не берутся из воздуха. То есть, если где-то убыло, где-то должно было прибыть. Соответственно, увеличив пенсии до нормального, как бы, 40-ка коэффициента, мы столкнулись с тем, что в пенсионном фонде этих денег не оказалось на текущие выплаты нынешним пенсионерам. Им нужно выплачивать. Я вообще, если уж так откровенно говорить, не сторонник этих изменений. Я считаю, что та система, которая была сделана в 2002 году, она абсолютно правильная. Она, кстати, это, кстати, признана ОСР, между прочим. Потому что страховая часть, она, скажем так, страхует рыночные риски пенсионной системы, а накопительная часть, она страхует, прежде всего, демографические риски. Одно другое дополняет. Владимир Иванов, кстати, продолжает свое мнение и писать нам. Мы же знаем, как разорился НРОН США. Мы знаем, как национализировали все пенсионные накопления в Аргентине и сейчас это делают в Казахстане. У нас так все не будет. Кто гарантирует? Ведь договор это бумажка. Договор это не бумажка. Система, еще раз, система страхования стресс пенсионных накоплений, она реально будет гарантировать на момент выхода гарантии всей суммы внесенных страховых взносов. Опять же, мы знаем, кризисы есть у нас и на Западе. Они будут, но на Западе люди не задают вопрос, сколько будет кризисов до моего момента выхода на пенсию. Человек поступает первый день на работу, он тут же начинает откладывать самостоятельно либо вместе с работодателем на ту самую накопительную часть пенсии. Он не рассуждает. Сейчас мы можем все рассуждать, но потом будет поздно говорить, а почему я этого не сделал? Вот и все. Ну что ж, задумаемся о своей достойной старости. Это была программа Paradox. Спасибо, до встречи завтра.